Нынешний выпуск слушателей курса подготовки младших офицеров особенный. Институту, который готовит кадры в 2018 четверть века, а самой пограничной службе 100 лет. И для выпускников Центра этот день станет действительно знаковым. Свои первые офицерские звания они получают на священной земле Брестской крепости. Сегодня профессия пограничника очень престижна, потому что не каждому дано ходить по последним метрам родной земли. И безусловно, сегодня эта служба очень такая ответственная и профессиональная. Три месяца 22 сотрудника пунктов пропуска из разных уголков Беларуси проходили обучение в Брестском центре подготовки специалистов пограничного контроля, чтобы вернуться домой уже лейтенантами. С получением офицерского звания на них возлагается дополнительная ответственность. Уверен, что вы с достоинством пронесете высокое звание офицера пограничника по своей службе. Примножите наши славные пограничные традиции. В нынешнем выпуске 9 девушек и 13 молодых людей. У каждого за плечами высшее образование и многолетняя служба на границе. Молодые пограничники продолжают военные традиции своих предков и реализуют собственные мечты, безупречной службой и личными качествами заслужив право на офицерское звание. Еще мои родители, а в частности моя мама, хотела всегда, чтобы дочери или сыновья, ну так как сыновей не оказалось, а только две дочки, носили погоны. Поэтому, наверное, какая-то генетическая, может быть, предрасположенность или какое-то что-то внутри мотивировало то, что я пришла именно в органы пограничной службы. В пограничные войска я попал 16 лет назад, я прохожу службу уже 16 лет на Мозырском направлении. Но я с детства хотел связать свою судьбу с армией, потом как-то не получилось, поступил в техникум. Отец всю жизнь мечтал, что я стану военным. Вот мечта моя отца сбылась, я стал пограничником. Я очень горд, что принадлежу к этому ведомству. Пограничники – главный щит нашей родины. И сегодня на новоиспеченных лейтенантов возложена основная офицерская привилегия – быть ответственным за все. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Продолжение следует...